И снова привет, вы на бойцовском канале в ударе. Перед началом просмотра, друзья, как всегда, поддержите наш канал подпиской. Огромное спасибо всем, кто подписывается каждый день. Наша цель набрать 10 тысяч подписчиков до конца года. У нас это получится. Спасибо за подписку, ну а мы начинаем. Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко дал свой прогноз на предстоящий бой чемпиона мира по версии WBA Super в полутяжелом весе Дмитрия Бивола против британца Линдона Артура. Я вижу тут победителем Бивола. Думаю, победа убедительная. Либо по очкам, либо досрочная в поздних раундах. Ставлю на досрочную победу Бивола в поздних раундах, сказал Тищенко. Совсем недавно состоялся анонс Большого вечера бокса в Саудовской Аравии 23 декабря, в котором на ринг вернется лучший боксер мира прошлого года Дмитрий Бивол. Чтобы защитить свой титул WBA Super в полутяжелом весе против седьмого номера рейтинга Линдона Артура из Великобритании. Дмитрий Бивол еще не выходил на ринг в этом году и пообещал провести хороший бой и продемонстрировать свои боксерские навыки, так высоко оцененные экспертами в прошлом году. «Я просто хочу выйти на ринг и показать. Показать себя, свое боксерское мастерство. Просто хочу провести хороший бой и продолжить путь к моей цели», сказал Бивол на пресс-конференции о перспективе провести в следующем году бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. В свою очередь 32-летний британец Линдона Артур признал, что его ждет бой против очень умелого соперника. Но и он тоже хочет достичь своей цели в первом в карьере поединке за титул чемпиона мира. «Всем известно, насколько хорош Дмитрий Бивол», — говорит Линдон Артур. «Это не секрет, он победил Канело, а мне нужно просто выйти в ринг и сделать то, что необходимо. Нужно огорчить его. План идти в будущее, и я очень рад участию в таком большом мероприятии, где помимо нашего поединка состоится еще много отличных боксерских боев», — сказал Артур. О шансах андердога Линдона Артура также порассуждал двукратные претенденции о отечественнике Энтони Ярд, который знает Линдона Артура не понаслышке. Он проиграл сенсационно по очкам в 2020 году, однако уже через 12 месяцев уверенно взял реванш. Вот что сказал Энтони Ярд в интервью касаемо боя Бивол Артур. «Я всегда пытаюсь поддержать Линдона Артура. Думаю, у них будет хороший бой, но Линдону будет очень непросто. Перед ним крайне сложная задача. Какие шансы? Знаете, и мне не давали шансов против Артура Бятербиева, но я дал ему самый сложный бой в карьере, и полагаю, на момент остановки боя я лидировал на картах судей», — говорит Энтони Ярд. «Согласен, мы с Линдоном абсолютно стилистически разные», — рассуждает Ярд. «Но я бы не списывал Артура со счетов. Согласен, что шансов у него очень-очень мало. Но если он сможет провести бой собранно...» «В общем, Бивол победит. Надеюсь, что Линдон сможет победить, и желаю ему победы», — говорит Энтони Ярд. Друзья, ну а как считаете вы, кто же одержит победу в этом поединке? Дмитрий Бивол или Линдон Артур? Пишите ваши прогнозы в комментарии, мне будет очень интересно прочитать. Ну а с вами, как всегда, был Бойцовский канал в Ударе. Подписывайтесь и ставьте пальцы вверх.